Если интроверт не хочет говорить, когда ему нечего сказать, то это не значит, что интроверт не разговорчив. Это значит, что интроверт не любит пустую болтовню. А если заговорить с интровертом о чем-то, что его интересует, тогда вас ждет насыщенный диалог о Солярисе и марсианских хрониках, об отеле Оверлук с его сияющими людьми и о хтонических божествах, что поднимутся из гаргонтьюанских глубин, пхангулуем, глнав, ктулхурьех, флаканхах, вдагн, а еще... Короче, заткнуть интроверта будет уже просто невозможно. Если вы гуляете с интровертом в полной тишине, то это не значит, что интроверту с вами не о чем поговорить. Это значит, что интроверт любит наслаждаться беззвучием в вашей компании, и он просто не хочет портить приятную прогулку какими-то там разговорами. Если тебе кажется, что интроверт тебя не любит, потому что он выглядит недостаточно радостным, когда вы пересекаетесь, или же он не слишком громко смеется с твоих шуток, но при этом интроверт все равно продолжает с тобой видеться и слушать твои шутки, тогда тебе нужно уяснить один факт. Интроверт очень сильно тебя любит и ценит, просто не всегда может явно выражать свои чувства и работать на показ. Поверь, за его фейспалмом скрывается взрыв термоядерной бомбы из позитивных эмоций, которые он получает, когда ты рядом. Если вы зовете интроверта пройтись по магазинам, а он сомневается в правильности решения выйти из дома, то это не значит, что интроверту лень. Это значит, что интроверту предстоит великое приключение, в котором ему придется пройти сквозь толпы неизвестных людей, столкнуться с косыми взглядами продавщиц и преодолеть бесчисленное множество опасностей, вроде посещения общественного туалета. Поэтому интроверт хорошенько думает, готов ли он к такому путешествию. Если интроверт не берет трубку, это не означает, что он обиделся. Это не означает, что он в беде и что-то случилось. Это означает, что у него закончилась социальная энергия и сегодня он больше не может общаться с людьми. Перезвоните позже.